Фьючерсы американской фондовой биржи указывают на резко пониженное открытие торгов на Уолл-стрит в понедельник, в первый торговый день 2016 года. Такой характер торгов вызван резким снижением стоимости китайских акций и увеличением геополитического напряжения между Ираном и Саудовской Аравией. Результаты исследований производства Китая повлекли за собой новые опасения по поводу спада второй по величине экономики мира. Последние данные о производственном индексе деловой активности АСМ указывают на его снижение в США в декабре до 48,2 по сравнению с показателем ноября в 48,6, ниже прогноза агентства Райтер в 49,0. Доллар США находится под давлением евро по отношению к доллару США на 0,06% ниже, соотношение валют 1,854 пункта. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на 0,01% выше и составляет 1,4741 пункт. Пара доллара США и японской иены на 0,92% ниже, курс валют 119,21 пункт. В центре внимания аналитиков пара новозеландского доллара и доллара США. Пара находится ниже линии сопротивления на уровне 0,6820 пунктов и продолжает снижаться. В продолжении дня можно ожидать краткосрочных позиций ниже линии сопротивления со значениями 0,6740 пунктов и 0,6715 пунктов. На рынке драгоценных металлов наблюдаются позитивные тенденции. Стоимость золота поднялась выше снижающейся линии тренда, образовавшейся 22 декабря. Сегодня вероятно краткосрочные позиции выше 1066 и 4 пунктов с отметками 1075 и 3 пункта и 1077 пунктов в течение дня. Стоимость серебра выросла на 2,62% и составила 14 долларов 16 центов за тройскую унцию. А с вами была Евгения Мангуби, специальная Ледтрейдинг Сентрал, Веб-Ти-Ви.